Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальбан. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Теепом Ардаганом они приняли решение создать вдоль соприкосновения в сирийской провинции Идлиб в так называемую демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров. Вместе с тем ряд западных экспертов, я бы даже сказал большинство западных экспертов, считают, что в договоренностях Москвы и Анкары очень много белых пятен. А с нами на связи из Нью-Йорка наш коллега с РОСА и Радио Кирилл Задов. Кирилл, рад тебя приветствовать. Добрый день! Взаимно. Привет, друзья! Привет! Кирилл, ну, я, может быть, немного покривил душой, сказав, что много белых пятен, западные эксперты, но в целом оценка, как бы я бы сказал, в целом положительная не только у экспертов, но и у политиков западных. Тех договоренностей, которые достигнуты. По крайней мере, они об этом говорят. Вот, например, директор разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Роберт Эшли, заявил, их дискуссия ведет нас по такому пути, результатом которого будет снижение вероятности военных действий. Скажи, пожалуйста, может быть, я пессимистом кому-то покажусь, но снижение вероятности военных действий в провинции Идлиб со 100% на 99% или все-таки больше? Ну, вероятность того, что там не начнутся военные действия сейчас очень высокая, в ближайшее время, по крайней мере. То есть, в краткосрочной перспективе это работает. Там самый главный вопрос не то, что в краткосрочной перспективе, а что же дальше. Как дальше будет развиваться ситуация? Удастся ли каким-то образом, ведь осаду надо в суверенитет на своей территории получить назад? И никто у него это право не может забрать. Никакие договоренности Турции и России не могут этому помешать. И, в принципе, провокации с иранской и сирийской страны можно ожидать все равно, независимо от позиции России по этому вопросу или ее договоренности с Турцией. Мне представляется это так. Теперь, но в краткосрочной перспективе все будет работать. Учитывая, что есть определенные механизмы и рычаги давления, то, что по-английски называется leverage, у Путина на осады есть, без сомнения. И осад зависит от России в любом случае. Какое-то время ему удастся оттягивать этот момент восстановления суверенитета над Идлибом, но рано или поздно его придется отдать. По-другому же не может быть, правильно? Да, но с другой стороны... Иначе война Турции и Сирии потенциально. И уже, правда, без российской поддержки много проблем может быть. Ну да. С другой стороны, Кирилл, ни у Турции, ни у России, тем более, нет влияния на тех боевиков, которые находятся внутри Идлиба. Как с этим быть? Не, ну это не совсем так. Опять же, у Турции, конечно, есть влияние. На кого? На кого из них? Разрешите. Секунду. Турция пыталась все это время уговорить Хаят Тахвера Шам уехать оттуда совсем. Поэтому HTC, бывшая Нусра, она пыталась продать свою там недвижимость. По оценкам экспертов, которые в моем испоряжении есть, по моим источникам. Ну, продать недвижимость очень сложно, как вы понимаете, выдвиги перед наступлением. Это надо быть сумасшедшим, чтобы ее кто-то купил. Но не в этом суть. Суть в том, что попытки эти могут увенчаться успехом. Все сейчас будет зависеть от того, насколько успешно Турция сможет так называемое разграничение провести. Между умеренной и неумеренной, в кавычках, оппозицией, да, неумеренной. Вот, потому что сложно провести эту грань. Все салафиты неумеренные. А что Ахра-Рашам, например? Это все вопросы, которые остаются, да? Но с HTC все согласны, что они террористы. И американцы согласны. И, естественно, русские. Поэтому с ним никто не разговаривает. Но Турция все равно. Сказать, что у Турции нет контактов с Хаят Тахвера Шам, нельзя сказать. Когда-то Айнусра через турецкую территорию заходила в Сирию. И понятно, что турецкая спецслужба имеет контакты со всеми здесь, в этой регионе. Поэтому, и они в регионе. Поэтому зависит от их успеха, очень важно. Главное, чтобы теперь не было никаких провокаций со стороны Идлеба на российской базе Хмиви. Никаких дронов туда не посылал никто. Это тоже вопросы, насколько это устоит. Но, в принципе, Турция, да, влияет. И на умеренную, и на неумеренную оппозицию. Турция там главный пау-брокер на этой территории. И Турция, фактически, усилив свое военное там присутствие, затруднила осаду Ирану и России там операцию. О чем, в принципе, Путин с Эрдоганом разговаривали, по большому счету. Нужна ли эта операция, и можно ли ее избежать. В краткосрочной перспективе победа Эрдогана. На короткую. Да, тогда здесь возникает еще один нюанс во всей этой истории. Считается, по крайней мере, тоже об этом многие эксперты говорят, что Россия в этой ситуации немножко уступила давлению Эрдогана, выбрала наиболее мягкий вариант на сегодняшний день развития событий. Но, по крайней мере, живя на Ближнем Востоке, мы прекрасно знаем, что любую мягкость воспринимают как слабость. Не воспримут ли те же самые боевики, та же самая Турция, в конце концов, позицию России сегодняшнюю, как слабость России? Не, мы просто... Ну, это, на мой взгляд, не совсем верно. Смотрите, Турция была инициатором этих переговоров. Турция просила об уступках. Это понятно, что Турция просила. Когда ты просишь, ты не воспринимаешь, что тебе говорят «да», как слабость того, кто тебе говорит «да», скорее, наоборот, как силу. Но суть сейчас даже не в этом. Суть в том, что мы еще не знаем самого главного. Самое главное белое пятно, о котором вы упомянули в начале, Саш. Самое главное белое пятно – это сколько Эрдоган за это заплатил. Мы не понимаем пока, чем. Значит, это много вариантов же есть, правильно? Много реально вариантов есть, чем за это можно расплатиться. Но пока, наверное, не раскрыта эта карта. Эрдоган-то знает, сколько ему это будет стоить и когда. Вот, учитывая, что все это очень короткая перспектива. Опять же, ну, сколько это продлится, эта демилитаризованная зона? Сколько они смогут это эффективно сдерживать? Непонятно. Тем не менее, Эрдоган, когда говорил, он сказал, что главная наша угроза в сирийской территории – это курды. Но это военная угроза. А он же не мог допустить, чтобы этот анклав, который им защищался изначально, и был его де-факто протекторатом, чтобы он там потерял лицо. Тогда, если он потеряет лицо и допустил бы это наступление России, Сирии и Ирана там, то он бы навсегда перестал бы быть в глазах арабов избавителем, спасителем и султаном. Понимаете? Получается тогда, что он четко понимал, что это будет очень дорого ему стоить. Помните, на этой встрече в Тегеране в прошлую пятницу, когда они пытались эти переговоры провести, у них это не получилось сделать. И Путин как раз выступал с той стороны, что нет, мы должны наступать, начать немедленно. Сейчас. Вот сейчас. И явно совершенно, что Эрдогану удалось это отыграть назад невероятным усилием. И это очень дорого. Я не знаю, пока, к сожалению, не могу ему точно сказать, чем он за это заплатит, но вариантов же много раз. В качестве одного из вариантов, может ли быть то, что Эрдоган пообещал повлиять на патриарха Варфоломея, чтобы тот не раскалывал украинскую церковь? Это мало. Это как часть платежа, да. Но этого мало. Это не так сложно сделать ему, учитывая, что Варфоломей находится в Истамбуле, то есть, по их версии, в Константинополе, да. Соответственно, не так-то сложно прислать туда налоговую инспекцию, которая посмотрит, что там происходит. Я сейчас от балды, я сейчас спекулирую просто. Неважно, что пожарная безопасность не соблюдается. Разные вещи можно сделать. Это очень дешево. Да еще, еще, это понятно, что это должно произойти. Что-то еще должно быть. Этого мало. Я бы за такие деньги даже на месяц бы, да, не согласился бы от срочи подобное наступление. Плюс, не забывайте, с другой стороны, Россия тоже устроит там сейчас такую бойню, а бойня была бы нехилая. 30 тысяч боевиков, 3 миллиона международных людей, они бы побежали. Это было бы очень неприятно для всех. И тут как бы Путин тоже и себе имя, опять же, и России влияние, лишний раз показывает, что Россия мировая держава, готова к компромиссам. Поэтому, смотрите, тут все выиграют, но, на мой взгляд, в Варфоломее это слишком мало. Вот признание Крыма, например, да, как еще одна такая спекулятивная версия. Например, признание Крыма российским, например, это могло бы быть, да. Это дороже. Кирилл, известно, что, по крайней мере, Эрдоган с Путиным об этом договорили, что в демитаризованной зоне будут работать патрули военные турецкие и российские. Исходя из той взрывоопасной ситуации, которая там есть, можно ли предположить, что эти ребята уже как бы почти смертники? Не думаю. Я могу себе представить этнический состав с российской стороны, кто будет патрулировать, я думаю, что вы можете себе представить из опыта. Это Дагестан, Чечня, вот, они договорятся, они сунниты. И турки там сунниты, и оппозиция там суннита. Я думаю, они договорятся. Я думаю, что не проблема. Я не думаю, что кто-то захочет стрелять в российскую военную полицию, кроме совсем уже отмороженных там салатиков. Возможно. Это сложно как бы предсказать. Но сказать, что они смертники, сомневаюсь. Я думаю, что есть определенный опыт уже за все эти годы сирийской войны, как подобные вещи разруливать. Надеюсь, что вы не правы, Саша. Кирилл, еще один вопрос. Где во всей этой длибской картинке западная коалиция и Соединенные Штаты? Они в этой картинке не совсем, они видны, но уши торчат. И главный же вопрос, еще мы забыли про Хосаку, про Раку, про тот регион огромный, где там тоже надо на самом деле осаду суннити восстанавливать, а там пока 2000 американских морских морпехов находятся. И курды, я так пока не в курсе, приняли они ультиматум осады или не приняли. И пока не особо курды там нервничают, вроде все нормально. И, ну, по крайней мере, и турки туда не идут, и осад туда пока не возвращается, хотя ультиматум был. Осад, справедливо, рассудил, что Идли важнее. И тут ему немножечко российская сторона пока холодный душ устроила пока. Но это все очень временная ситуация, лишний раз хочу подчеркнуть. Где-где? Ну, смотрите, американцы довольны этим договором. Как вы только что процитировали, господин генерал. Американцы довольны этим разговором. В любом случае, все хотят, вы понимаете, всех, никто не хотел этого наступления, потому что давление беженцев, которое бы возникло, оно было бы неприятно и для Европы, и для Турции, и для всех. Это мог бы создаться хаос, который никому не нужен. Вот. Плюс, как бы, понимаете, наш президент, он то да, то нет, то да, то нет, то заходим, то выходим, то оставляем, то не оставляем, то пора закончить эту идиотскую войну, то надо ограничить влияние Ирана. Поэтому тут пока сложно понять, что будет с этим американским военным присутствием. Если оно останется на какое-то обозримое время, то их уши всегда, наши уши всегда будут видны, знаете. Кирилл, огромное спасибо за этот очень интересный анализ, как всегда, живо и очень познавательно. Спасибо большое, всего самого доброго и до новых встреч. Спасибо. Счастливо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»